Девушки отдыхают Глава региона встретился с иностранными делегациями. За свободу братских народов в Орле прошел митинг к памяти воинов-интернационалистов. Встретиться с лесом, с природой, встретиться, да, это самое главное. Вставай на лыжи. Около двух тысяч орловчан приняли участие в традиционной гонке лыжня России. Романтика, свечи, и все это банально и неинтересно. С роком в сердце. Орловские музыканты и экспресс-радио «Орел» провели антидень Святого Валентина. Начиная с минувших выходных в советском районе Орла работают две новые ярмарочные площадки. Разместились они на улице Лесково и площади Жуково вместо приборостроительной. Торговые места в субботу и воскресенье предоставляются бесплатно, сообщил на аппаратном совещании зампред регионального правительства Дмитрий Бутусов. Хочу обратить внимание, соответствующее мы письмо направили в город с рекомендациями усилить работу организованного характера, потому что есть определенное напряжение при распределении мест. Есть сегодня еще нерешенность вопросов санитарно-бытовых, то, о чем мы говорили. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время эта работа будет уже доведена до тех параметров, о которых мы говорили. Ну и самое главное, на мой взгляд, должен быть очень четко составлен график и схема размещения объектов торговли. В частности, на мой взгляд, нужно отдавать приоритет в первую очередь производителям, которые сегодня работают на территории Орловской области, поскольку ярмарки изначально планировались под эти задачи. Кстати, для удобства покупателей в субботу и воскресенье с 8 до 16 часов организован маршрутный автобус от приборостроительной до ярмарочной площадки на Лесково и обратно. Поездки бесплатные. Также Дмитрий Бутусов подвел итоги анализа ценовой ситуации. В рейтинге ЦФО по стоимости набора продовольственных товаров Орловская область занимает 13 место. Снижение цен отмечено на рис, крупу, гречневое, пшено. Но максимальное снижение розничных цен отмечено на огурцы более 12%, помидоры свежие более 12%. Если вы помните, еще неделю назад я как раз докладывал по огурцам как к одной из проблемных позиций. По тем позициям, по которым у нас заметны сезонные колебания, они будут выравниваться по мере того, как мы будем запускать предприятие по выращиванию овощей в закрытом грунте. А вот по производству всей сахарной продукции, там мы знаем, причины, из-за которых существенно ослаблено наше влияние, да, поскольку опять-таки сахар к нам приходит не из Орловской области, да, а делает некоторую петлю и возвращается уже как товарная продукция из других регионов. Да, здесь тоже есть, мы говорили о возможности создания собственного производства, которого отвлекало только запасовку. Также на совещании были подведены итоги работы регионального отделения фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Речь шла и о планах на будущий год. Фонд реализует целый ряд программ поддержки, которые ориентированы на широкий спектр участников, от молодых ученых по программе «Умник» до малых инновационных предприятий, программы «Старт», «Коммерциализация», «Развитие», «Кооперация» и «Экспорт». Размет грантов по данным направлениям составляет от 400 тысяч рублей до 20 миллионов на одного заявителя. В рамках Всероссийского экономического форума, который состоялся в Орле в конце минувшей недели, губернатор Вадим Потомский провел ряд международных встреч. Перспективы сотрудничества обсуждались с делегациями Кубы, Белоруссии, Китая и Германии. Наталья Пехтерева подробнее. Эта встреча – очередной шаг к укреплению дружеских и деловых отношений. В минувшем году губернатор Вадим Потомский обсуждал с кубинской стороной перспективы сотрудничества в сфере медицины и экономики. В рамках форума диалог был продолжен. Чрезвычайный полномочный посол Республики Куба в России Эмилио Ласадо-Гарсия презентовал препарат по лечению синдрома диабетической стопы. Лекарство помогает предотвратить ампутации конечности в 77% случаев. Кубинцы предложили создать в регионе социальную программу помощи пациентам, страдающим этим заболеванием. Я попросил бы вас со своей стороны подготовить соглашение для локализации производства этого медицинского препарата. И мы готовы быть ее подписать, чтобы на основании этого соглашения я встречусь незамедлительно со Скворцовой Вероникой Игоревной, министром здравоохранения. Во время переговоров представители китайской делегации отметили значимость укрепления двухсторонних связей между Россией и КНР. Не будем раскрывать мы с вами каких-то больших секретов, но у нас система логистики между Китаем и Орловской области в ближайшее время будет выстроена. У нас в планах возобновление аэропорта Южный, здесь, в городе Орле. Там есть взлетно-посадочная полоса длиной 2850 метров. Он требует определенного к себе внимания и ремонта, но эта полоса способна принимать, если ее увеличить еще метров на 400, спокойно принимать тяжелые самолеты. Депутат Бундестага, член парламентской ассамблеи Совета Европы Андрей Хунка на форуме стал одним из самых цитируемых представителей иностранных делегаций. Он рассказал о том, что его партия – сторонник Роспуска НАТО. Во время встречи с губернатором Орловщины Хунка подтвердил, что осуждают политику санкций в отношении России. Мы будем пытаться наше влияние использовать для того, чтобы улучшить кооперацию между Германией и Орлом. Конечно, это все будет тоже зависеть от политики санкций и отменять ли их летом. И над этим мы тоже будем работать. Особая экономическая зона фигурировала в диалоге губернатора с представителем Беларуси. У нас здесь особая экономическая зона. У нас 2% 5 лет по налогам. То есть мы совместными усилиями на нашей уже готовой площадке можно вместе с вами открыть совместное производство. У нас есть фонд поддержки Кесанова. Мы можем найти в том числе и федеральные деньги. Если мы со своей стороны, вы со своей стороны. Пожалуйста, площадки есть, налоги выливые, по большому счету. Все. Можем работать. В планах Вадима Потомского встреча с Александром Лукашенко, а также посещение главой региона крупных промышленных предприятий Республики Беларусь. Предлагается, в принципе, изначально, что мы Могилевскую область первый день проведем. Губернатор очень рад будет встрече. С ним разговаривали. Он сказал, что хотел бы, чтобы посетили лифтмаш. Обязательно. Если пожелания будут другие, то посмотрите историческое место в Гунижеском поле. Спасибо большое. Среди участников форума представители Луганской и Донецкой республик. В составе делегаций министр иностранных дел ДНР Александр Хоффман. Форум просто необходим как для нас, так и для России. Мы приезжаем сюда учиться. Мы приезжаем сюда получать какие-то связи, знакомиться с теми, кто уже прошел этот путь. Путь восстановления страны из разрухи. Первый форум удался и должен иметь продолжение. Такое мнение высказали представители многих делегаций, российских и зарубежных. Наталья Пехтерев, Эдуард Чернауско, СТЕЛЕКАНАЛ, Первый областной. В Орле прошел митинг памяти воинов-интернационалистов. Ровно 25 лет назад, в этот день, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. С Афганистана начались первые цинковые гробы, которые приходили к нам в страну, и мы их здесь хоронили. Все это помнят, и вы здесь стоящие. Орловчане участвовали в 28 конфликтах по всему миру. После Афганистана многие остались в строю нашей армии и принимали участие в ликвидации локальных конфликтов на Кавказе. Это те люди, которые готовы защитить не только свою страну, но и дружеские народы. Сегодня главная национальная идея Российской Федерации, которую объявил президент Владимир Владимирович Путин, это, конечно, патриотизм. Патриотизм, прежде всего, служению своей Родины. Честно, добросовестно выполнять свой долг всем гражданам. Более 400 наших земляков награждены боевыми орденами и медалями. 179 из них погибли, выполняя интернациональный долг. Сегодня жены и матери, оставшиеся без мужей и сыновей, пришли с портретами героев. Прожили с ним всего год, пять месяцев. В этом году ему, в апреле было бы 60. 20 лет уже прошло. Минутой молчания почтили тех, кто не вернулся с полей сражений. В библиотеке имени Бунина состоялась презентация 13-го тома Орловской книги памяти. В ней имена наших земляков, сложивших головы или пропавших в ходе так называемых чеченских войн. Это издание пополнит фонды не только библиотек, но и военно-патриотических клубов и общественных организаций. То есть она окажется везде, где хранят историю и чтут подвиг орловчан. Сергей Быковский расскажет подробнее. Книга эта не из мрамора. Не высится она на какой-нибудь площади. К корешку этой книги не несут цветы. Но и она памятник погибшим, пропавшим, умершим от ран. Книга эта свидетельство подвигов и рассказ о судьбах, которые тесно были переплетены судьбой Родины. Мы всегда будем гордиться родным подвигом земляков. Все они настоящие герои. Их подвиг – это пример для потомков, для нынешних и будущих защитников Отечества. На этом примере молодые орловцы будут учиться любить и беречь свою Родину. До конца оставаться верными своему долгу, быть истинными патриотами России. В книге 99 имен – это те, кто защищал страну от бандитов и террористов, в том числе иностранных. В ходе вооруженного конфликта в Чечне с 1994 по 1996 годы. И потом в ходе контртеррористических операций в северокавказском регионе с 99 по 12. Войны начинают политики, заканчивают их дипломаты. А вот вся тяжесть этих боевых действий, вся ответственность за государство, за нас с вами, ложится на плечи солдата. И эти ребята, они погибли не напрасно. В книге есть историческая справка о тех событиях и краткие сведения о наших земляках, павших в боях с духами. Плюс информация о памятниках им и о ветеранских организациях. Я благодарю издателей книги. Это, я думаю, еще только начало. Нам необходимо писать все подвиги более детально. Мы в этом обязательно поможем. Составители книги – многие. Это представители областного департамента внутренней политики, организации ветеранов боевых действий, организации членов семей погибших защитников Отечества и других сообществ. Велик вклад в военно-историческое музее. В этой книге памяти тоже среди 99 имен наших погибших ребят на Северном Кавказе 13 человек захоронены за пределами Орловской области. И это, к сожалению, не последний список, не полный список. На встрече были те, кто приложил руку к созданию книги. И те, кому она адресована, те, кто будет популяризировать ее в массах. И, конечно, были родственники погибших бойцов. И им были эти слова. Ваши дети были достойными сынами земли русской. И они по праву займут место рядом с Богом, который также нуждается в сильных, мужественных ангелах. Сергей Быковский, Павел Джамабаев, телеканал Первый областной. Православный мир отмечает праздник Сретения Господня. В этот день в часовне поселка Гать Орловского района прошла праздничная литургия. В это время рядом с часовней не останавливаются строительные работы по возведению Сретенского храма. Мы запроектировали здесь, на этой площадке, на ГАТИ, целый комплекс храмовых сооружений. Здесь будет церковь, будет церковно-приходская школа, будут вспомогательные помещения для людей, для обучения. В общем, вот такой комплекс. Целиком площадка занимает 4 гектара. В настоящее время ведется строительство храма. Практически уже заканчивают первый этаж. Напомним, осенью 2012 года митрополит Орловский и Болховский Антоний в сослужении архимандрита Илья осветил закладной камень храма. Помимо строительства церкви, здесь также планируется реконструкция заброшенной школы. Партийный проект «Единая Россия. Игра и гармонь Орловщины» набирает обороты. Центр русской гармоники во главе с заслуженным работником культуры Геннадием Калмыковым каждые выходные бывают в районах области и устраивают для жителей. Настоящий праздник. На этих выходных пели и плясали в Нарышкино. Алина Лагутина расскажет подробнее. Всегда народ побеждал, будучи единым. И один из инструментов, который объединял народ, это была гармонь. Гармонь пела и плясала. Гармонь плакала, гармонь воевала. Свою работу Центр русской гармоники начал 1 июня прошлого года. Одним из плодов работы стало открытие школы гармонистов. В свои ряды артисты охотно берут всех желающих, кто любит и умеет играть на старинном русском инструменте. У нас уже более 60 гармонистов в нашем клубе. И участников становится с каждым днем все больше и больше. Присоединяются новые таланты к сложившемуся музыкальному коллективу в ходе визитов в районы. Так, в минувшие выходные артисты Центра русской гармоники приехали в Нарышкино, чтобы себя показать, но и на самородках Уринского района посмотреть. Фестиваль играет гармония Орловщины. Совсем скоро прогремит в каждом муниципальном районе области. Летом в городе Орле, в Мегагрине, где сколько можно вместить людей, около, я думаю, 2,5-3 тысячи человек. И мы обязательно проведем такой хороший областной фестиваль на призы партии «Един Россия». Приезд орловских артистов в Нарышкино ждали с нетерпением. Встречали гостей в молодежном центре. Окунуться в самобытность руссконародного творчества и посмотреть на любимчика сцены Геннадия Калмыкова, кажется, пришел весь поселок. А здесь в порядок знаю, тепло на русей встречаю, Жизнь, такие прекрасные фестивы, давай! Артисты подарили зрителям море хорошего настроения, смеха и улыбок, за что те отблагодарили их щедрыми аплодисментами. Алина Лагутина, Эдуард Чернауско, с телеканал Первый областной. В эти выходные страна встала на лыжи. 34-е массовые всероссийские соревнования прошли с большим размахом. Участие в лыжне приняло порядка 70 регионов страны, в числе которых и наша Орловщина. Далее с подробностями Андрей Деркач. Ну ты сегодня так, с замахом на золото. Да, всех пару. Кто за победой, кто для души, а кто-то просто впервые решил попробовать свои силы. Лыжный праздник в регионе стал уже традицией. Организаторы из года в год отмечают рост желающих поучаствовать. Сегодня у нас зарегистрировалось около 2000 человек. На всех у нас все хватило в этом году, мы были готовы к такому наплыву. Как-то заявляются не только коллективы, но очень много именно личников. То есть люди звонили, записывались, приходили. То есть очень приятно, они узнают в соревнованиях и приходят. Трасса в порядке, готова принять. Более того, мы здесь сегодня будем сдавать нормы ГТО в рамках лыжни России. Это тоже здорово. И стар, и млад встал на лыжи в этот день. В программе соревнований прошли гонки на 1, 3, 5 и 10 километров. Среди участников первые лица города и области, ветераны лыжного спорта и не только. Замечательно, здесь много людей, детей много. И посмотрите, ветераны на лыжах образца 30-го года. Это достойное уважение, это вообще достойное уважение, такое отношение к спорту. Можно было учиться, расскажи. Не, я просто встал как немножко и немножечко уже начал строить ГТО. Чтоб за ним больше никто не бежал, а то песок сыпется. Вот так вот, жена называется. Сегодня пришли за золотом, да? Да ну-ка, за каким? Нам шалфак встретиться с лесом, с природой встретиться, да? Это самое главное. Друзей встретить. Лыжня России берет свое начало в 82-м. В этом же году спортивный праздник прошел в 34-й раз. Соревнования охватывают всю страну, все часовые пояса. Пока лыжники в центральной части России еще только начинали разминаться, в восточных регионах уже награждали победителей. Андрей Деркач, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной. Третий областной конкурс вокального и инструментального творчества «Звонки голоса Орловщины» прошел в минувшую пятницу во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина. Сегодня третий день фестиваля, в котором прослушиваются в номинации «Фольклорное пение», где фольклорные ансамбли. Это областной фестиваль со всей области и сольные участники, сольные певцы. Конкурсная программа прошла по трем номинациям. Народный, эстрадный вокал и песни военных лет. В мероприятии приняли участие хоровые коллективы из всех уголков нашего региона. Без романтики, ужина при свечах и, естественно, без картонных открыток в форме сердечек. Так любители рока отметили День Святого Валентина, а точнее, антивалентинов день. Его в минувшие выходные объявила экспресс-радио «Орел». Идею охотно поддержали орловские музыканты и, как выяснилось, немало орловчан. Ксения Туркова о том, каким оно было. Свидание с роком. Сердца меломанов в этот вечер наполнял рок. Его Ванте Валентинов день орловские музыканты обещали много. Первое музыкальное блюдо на антиромантическом свидании от группы «Кофешоп». С любовью в этот день, уверил фронтмен группы, своим поклонникам решили презентовать недавно созданные песни. Уже скоро они станут частью нового альбома. Хорошо, что у нас есть время и катать какие-то песни, чтобы отобрать их в альбом уже, чтобы выпустить альбом полновесный, цельный. И все, что туда войдет. Потому что слушатель как раз-таки показывает реакции. Да, что хорошо. Свою любовь к нашему творчеству. Инициаторы антидня Святого Валентина – команда «Экспресс-радио Орел». Говорят, нашим рокерам есть что сказать, а вернее пропеть в ответ за бугорным традициям. Антидень Святого Валентина – это тот формат, который в целом подходит для рок-музыки, которая всегда пыталась быть вопреки чему-то. Ну и наши орловские музыканты поддержали нашу идею о том, чтобы отмечать праздник наш, православный, 8 июля, день Петра и Февроньи. И не отмечать праздник, который пришел к нам из-за рубежа. И в принципе чушь нам. И мы даже на самом деле не знаем, кто этот Святой Валентин и чем он занимался. Идею отметить антидень Святого Валентина охотно поддержали и истинные любители рока. Обожаем «Экспресс-радио Орел», наше любимое. И к року относимся очень трепетно. Романтика, свечи – и все это банально и неинтересно. А вот так вот, в таком драйве, так весело, энергично, круто. Днем раньше в эфире шоу «Пересменка» на «Экспресс-радио» на концерты разыграли бесплатные билеты. В преддверии антипраздника места за пультом заняли музыканты орловской группы «Лос Крокодилос». В этот вечер они также вышли на сцену. Рокерского запала, говорят, хватит и на другие творческие идеи. Хочется больше движения, потому что именно самих песен, записей у нас уже так очень много. Мы готовы, просто мы готовы что-то делать. Мы заряжены. Идей хватит и у «Экспрессовцев». Скучать орловским меломанам в ближайшее время не придется. Мы очень надеемся, что «Охота на дичь» наша продлится и вылится в второй более масштабный рок-фестиваль восьмичасового. Он стопа хорошего качественного рока. Конечно, и «Глос Крокодилос» и «Капюшоп» будут и там. Ну и «Охота на дичь» тоже не единственный наш проект. Мы надеемся широко отметить наш день рождения, день радио. Ксения Туркова, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной». На этом все. Интересную информацию сообщайте нам по телефонам редакции 76 10 28, а также 508 088. В студии был Ростислав Белык. Всего вам доброго. Трехмесячному Вове Фризину нужна помощь. Поставлен диагноз – двусторонняя ретинобластома, рак сетчатки глаз. Вылечить малыша могут только в швейцарской клинике. Сумма лечения – 4 миллиона рублей. Реквизиты для помощи вы видите на своих экранах, а также можете посмотреть их на сайте obl1.ru. Скорая амбулаторная помощь «Медлюкс Орел» предлагает услугу УЗИ на дому. На современном оборудовании взрослым и детям. Консультативная помощь узких специалистов. Телефон 78 43 78. Управление Федеральной службы безопасности России по Орловской области объявляет о приеме кандидатов для поступления в пограничные институты на конкурсной основе по результатам сдачи ЕГЭ. Рассматриваются юноши с образованием не ниже среднего общего – 11 классов. Прием документов до 29 февраля по адресу. Город Орел, улица Салтыкова, Щедрина, 29. Телефон 43 76 20. Сбрось лишнее в тренажерном зале. Спортивный клуб «Сталь» меняйся к лучшему. Приходи. Орел, Рощинская, 12. Звони 33 05 93. Они жертвуют своим сном. Они встают раньше, чем солнце. Плетутся по пустынным улицам родного города. Чтобы каждое утро разбудить вас. Валентин Тюрин и Станислав Иванов. Ничего не что. Просто с добрым утром. С понедельника по пятницу с 8 до 10 на экспресс-радио. Тюрин и Станислав Иванов. Тюрин и Станислав Иванов.